Анализ крови на ГГТ, гамаглютамилтрансферезу. Анализ мочи на содержание ГГТП проводится редко, главным образом в неонатологии и педиатрии для дифференциальной диагностики почечных патологий, скрининга, состояния почек при асфиксии новорожденных. В клинической практике распространено определение концентрации этого фермента в сыворотке крови. Исследование проводится кинетическим калориметрическим методом. Результаты востребованы в гастроэнтерологии и гипотологии, они позволяют выявить застой желчи и повреждения печени. В эндокринологии тест используется для оценки состояния щитовидной и поджелудочной желез, в онкологии для выявления злокачественных новообразований различных органов. ГГТП – белковый фермент, который содержится в пренхиме многих органов и участвует в процессах метаболизма аминокислот. Он оскоряет перенос гамма-глутамилового остатка с одного пептида на другой, на аминокислоту или иную молекулу субстрата. В норме гамма-глютамилтрансфераза содержится в клетках. Органы, в которых она присутствует в большом количестве почки печени желчевыводящие протоки. В меньших концентрациях фермент содержится в сердце, простате, мышцах скелета, поджелудочной железе. Некоторая его активность всегда определяется в крови, так как ткани паренхиматозных органов все время обновляются. Существенное увеличение концентрации ГГТП в сыворотке происходит при нарушении целостности клеток желчевыводящих путей печени, а также при употреблении алкогольных напитков и некоторых лекарственных препаратов. Фермент, содержащийся в почках при их поражении, поступает в основном в мочу. ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза в крови – биохимический показатель, который отражает состояние ткани печени и желчевыводящих путей. Исследование концентрации этого фермента распространено во многих областях клинической практики, особенно в гастроэнтерологии. Возможные синонимы – ГГТП, гамма-глютаматранспераза, ГГТ, гамма-глютаматранспептидаза, гамма-глютаматранспераза, гамма-глютамилтранспераза. ГГТП, ГГТ, гамма-глютамилтранспераза – фермент печени и поджелудочной железы, катализатор биохимических реакций. Его активность в сыворотке крови повышается при патологиях печени и употреблении алкоголя. Исследование концентрации ГГТП в крови имеет большое значение в гастроэнтерологии и гипотологии и проводится в комплексе печеночных. Проб-тесты на FCA-ST-ALT-белиробин в крови. Результаты анализа необходимы при диагностике и контроле лечения заболеваний печени желчевыводящих путей, а также для мониторинга состояния пациентов с алкоголизмом. Материалом для исследования являются сыворотковенозные или капиллярные крови. Определение уровня ГГТП выполняется кинетическим колориметрическим методом. В норме у мужчин полученное значение находится в диапазоне от 1 до 71 ЕТЛ, у женщин от 6 до 42 ЕТЛ. Подготовка результатов занимает не более одного рабочего дня. Показания ГТП содержатся в эндоплазматическом ретиколуме гепатоцитов и на поверхности мембран клеток желчевыводящих путей, поэтому основными показаниями для проведения анализа являются повреждения печени и застой желчи. Исследование проводится при подозрении на первичный белярный цирроз, склерозирующий холонгит, гепатит, рак печени или распространение в нее метастазов, закупорку желчевыводящих протоков, камнем, рубцом, опухолью. Результаты необходимы не только для диагностики этих заболеваний, но и для мониторинга состояния пациентов в процессе лечения, а также контроля хронического течения патологий, выявления обострений и рецидивов. Основанием для проведения теста на ГГТП являются жалобы на тошноту, рвоту, боли в животе и правом подреберье, кожный зуд, нарушение аппетита, усталость, а также появление желтушности, кожных покровов, склер, потемнение мочи, осветление кала. В наркологии анализ крови на ГГТП назначается при необходимости выявить злоупотребление алкоголем для контроля выполнения рекомендаций врача пациентами с алкоголизмом. В онкологии данный тест показан при раке печени поджелудочной и молочных желез, желудка, простаты. В других областях клинической практики исследование назначается при заболеваниях, которые приводят к вторичному поражению печени. ИБС, сахарном диабете, инфекционном мононуклеоз. Тест на ГГТП может быть проведен в рамках планового осмотра, при подготовке к хирургическому вмешательству. Анализ крови на определение гемоглютамилтранспектидоза оказывается неинформативным при диагностике заболеваний у пациентов с алкоголизмом. Так как у них уровень фермента повышен на фоне приема спиртных напитков. Стабильное увеличение активности ГГТП без нарушений со стороны печени и желчевыводящих протоков наблюдается при приеме некоторых лекарств. Например, фенобарбитала или парацетамола. Изолированный анализ не используется для постановки диагноза, так как отражает только наличие повреждений в органах, а не их характер причину. Противопоказаниями для забора материала исследования является состояние с психомоторным возбуждением, гипотония и анемия, снижение свертываемости крови. Основное достоинство теста – его высокая чувствительность в отношении застоя желчи, холестаза, активность ГГТП повышается раньше. Чем появляется изменение концентрации других ферментов, в частности щелочной фосфатазы. Но при этом данный анализ не специфичен, то есть по результатам нельзя определить, какое именно заболевание развивается. Подготовка к анализу и забор материала. Биоматериал для исследования кровь из вены. Ее забор выполняется в утреннее время, с 8 до 11 часов. Последний прием пищи должен состояться за 12 часов до взятия крови. В течение предшествующих 30 минут необходимо воздержаться от физических нагрузок курения, избегать эмоционального напряжения. От алкогольных напитков нужно отказаться за неделю до исследования. Прием лекарственных препаратов по возможности следует сократить, сообщить об их приеме врачу, выдающему направление на анализ и лаборанту, либо отметить в бланке. Пить воду разрешено в любое время. Забор крови, как правило, выполняет из локтевой вены. Материал хранится и транспортируется в плотно закрытых стерильных пробирках и герметичном боксе. В лаборатории из крови выделяют сыворотку. Содержание в ней ГГТП определяется с помощью кинетического колориметрического метода. Скорость образования продукта реакции пропорциональна концентрации фермента, который ее катализирует. Анализ крови выполняется в течение одного рабочего дня, в экстренных ситуациях, за 1-2 часа. Нормальные значения Я референсное значение ГГТП в крови у мужчин 10,71 ЕТЛ, у женщин 6,42 ЕТЛ. Разница объясняется тем, что определенное количество фермента у мужчин содержится в простате. У детей первые полгода жизни ввиду интенсивного метаболизма аминокислот концентрация ГГТП в крови достигает 204 ЕТЛ. К году она снижается, значение нормы не превышает 34 ЕТЛ. До 12 лет верхняя граница нормы 18-23 ЕТЛ. Половые различия становятся заметны из подросткового возраста. Для юношей 12-17 лет нормальными являются показатели до 45 ЕТЛ, для девушек – до 33 ЕТЛ. Некоторое повышение уровня ГГТП в крови может считаться вариантом нормы у людей с лишним весом, ведущих малоподвижный образ жизни. Также увеличение показателей происходит на фоне приема аспирина, парацетамола, фенобарбитала, антибиотиков, статинов, гистаминоблокаторов, антидепрессантов, оральных контрацептивов, препаратов с тестостероном. Аскорбиновая кислота способна снижать активность фермента. Повышение уровня Основные причины повышения уровня ГГТП в крови Поражение желчевыводящих пути печени Наиболее выраженные отклонения показателей от нормы наблюдаются при острых процессах гепатитов, первичном белярном циррозе, первичном склерозирующем холангете, механической желтухе, связанной с непроходимостью желчевыводящих путей. Другими причинами могут стать первичные злокачественные новообразования печени и желчных протоков, метастатическое поражение печени, а также хронический гепатит, цирроз, алкоголизм, мононуклеоз. При всех этих заболеваниях увеличивается содержание не только ГГТП, но и щелочной фосфатазы в крови. Причиной увеличения активности ГГТП в крови иногда является поражение органов, в которых фермент содержится в небольших количествах. Так, умеренные отклонения от нормы наблюдаются при раке простаты панкреатити. Некоторое повышение уровня гамма-глютамил-транспептида запровоцируется болезнями, при которых печень повреждается вторичный инфаркт. Миокарда, гипертириоз, сахарный диабет, инфекции. Снижение уровня причины снижения ГГТП в крови может стать гипотириоз, прием препаратов, например, клофибрата, а также аскорбиновой кислоты. Некоторое уменьшение активности фермента выявляется у людей, придерживающихся вегетарианского типа питания, занимающихся активной физической работой. Более выраженное и резкое снижение показателей определяется у пациентов, которые проходят курс лечения от алкогольной зависимости. При злоупотреблении спиртными напитками происходит привыкание к этанолу, стимулятору синтеза ГГТП, и после его отмены организм некоторое время не в состоянии производить фермент самостоятельно. Лечение и отклонение от нормы. Определение активности ГГТП в крови позволяет на ранних этапах выявить заболевания печени и желчевыводящих протоков, оценить эффективность их терапии. Анализ широко применяется в гипотологии, гастроэнтерологии и некоторых других областях клинической практики. Результаты интерпретируются в комплексе с исследованиями на АЛТ-АСТ, щелочную фосфатазу, ЛДГ, билирубин, креатин, кинозу. Часто выраженное отклонение от нормы свидетельствует об остром процессе, требующем помощи врача. Назначением лечения, как правило, занимается гастроэнтеролог. Если повышение уровня ГГТП и незначительные из-за болеваний, способных его спровоцировать, не выявлено, то нормализовать концентрацию. Ферменты можно, соблюдая правила здорового образа жизни. Необходима ежедневная физическая активность согласно уровню подготовленности, ходьба, плавание, бег, изда на велосипеде и т.д. Из рациона стоит исключить продукты, которые создают нагрузку на печень, острые, копченые, жирные и жареные блюда, искусственные. Пищевые добавки Субтитры создавал DimaTorzok